Галина Волкова со своей дочерью проживает по адресу Кишиневская, 8. Рассказывает, комната в общежитии их вполне устраивает. Помещение небольшое, но светлое и очень уютное. Однако женщина и ее соседи обеспокоены состоянием дома. Конструкция серьезно обветшала. Сделали нам, правда, свет и отопление, но все вот трубы, я не знаю, как они сделаны, у нас со второго этажа течет. Со своей проблемой Галина пришла к депутату Госдумы Александру Хинштейну. На личный прием граждан. Пути решения искали вместе с городскими властями. Главой Куйбышевского района Алексеем Коробковым и руководителем городского департамента управления имуществом Андреем Белоклоковым. Они пояснили, что сначала необходимо получить экспертное заключение о том, что здание является аварийным. Процедура займет полтора месяца. После чего, конкретно заявительность, пришедшая сегодня на прием другим жителям, будет предложена возможность переехать временно в маневренное жилье. И вот наша сегодняшняя заявительница с этим предложением согласилась. Александра Стяпина волнует другая проблема. Во дворе его дома на улице Некрасовская, 37, проваливается асфальт. В ненадлежащем состоянии и подвал дома. Вопрос на контроле главы Самарского района Романа Радюкова. Площадь подвала больше площади дома. То есть под всем двором это подвал. Соответственно, если даже я технику туда загоню, то мы вместе с этой техникой сделаем. Со своей стороны решение предложил руководитель фонда капитального ремонта Павел Жданов. Здесь необходимо в первую очередь провести полное обследование подвала для определения. Все-таки это капитальный ремонт или реконструкция. Потому что это та тонкая грань, которая есть. Сейчас мы как бы свяжемся с нашими организациями, кто вышел на проектно-изыскательские работы по инженерке в даме, чтобы они посмотрели объективно и уже хоть как-то будут на понимание двигаться. Другие вопросы жителей касались восстановления водоснабжения в домах и благоустройства детских площадок. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.